Приветствую вас. Ну, во-первых, вы как будто бы просите универсального совета, универсального совета не существует. Есть уникальный для вас только выход, решение, которое поможет и будет полезным именно вам. Это первое. Вот. Второе. Вы мамочкой являетесь для кого? Для мужчины, я полагаю, если вы имеете в виду, ну, если вы говорите в контексте женственности. Вот. Соответственно, первое, это ваша привычка, это ваша установка вести себя как мамы, то есть брать ответственность больше как-то вот все прощать. Да? Вот. Выбирать мужчин, которые несут за себя ответственность, ну и всякое такое. У подобного поведения есть свои основания, есть свои причины. Вот. Например, это страх эмоциональной близости. Вот. Потому что, когда вы мамочка, ну, эмоциональной близости нет. Ну, между вами эмоциональной близости нет. Потому что вы находитесь в позиции доминирования, да, и, соответственно, если вам в этой позиции некомфортно, то, как бы, вы не будете чувствовать себя естественной. А значит, и, ну, чувствовать гармонию от отношений вы тоже не будете. Поэтому необходимо понять вторичный выгод от того, что вы мама, да, необходимо понять, у кого вы научились быть мамой, ну, скорее всего, своей мамой. Вот. И отделить ее поведение поведение мамы от своего поведения. Учиться строить отношения немножечко на других основаниях. На основаниях взрослых-взрослых. То есть равные. Равные отношения. Дальше. Что касается быть более женственной, то вам для начала определить, что вообще такое женственность для вас. Что является женственностью в вашем понимании. И к этому уже стремиться. Потому что женственность для каждого, как бы, женщина своя. И тут кто-то считает женственностью строгий или не строгий. Деловой стиль, кто-то считает женственностью женственностью, ну, классический стиль. А кто-то видит женственный, женственным такой вот унисекс, скажем так. Вот. Вот это исключительный вопрос вашего выбора. Вот. Но в целом, если мы говорим про женственностью и мамочку, то в целом это ответственность. Это работа, в первую очередь, с рамками ответственности и с границами ответственности. Потому что, если вы мама, то вы берете на себя больше ответственности, чем нужно. Если вы не, если, чтобы стать женщиной, нужно делегировать какую-то часть ответственности, адекватную, конечно, вашему партнеру. Вот. Ну и помните, что просто так, мамочка и вы быть не предстанете, пока не выявите вторичную выгоду от этого. Вот. Такой ответ я могу отдать с точки зрения психологии. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вы решите свои проблемы. Но универсальных решений все же искать не стоит. Оптимальным вариантом было бы обращение ваше к специалисту и начало работы с ним. Спасибо. Спасибо.